всем доброго времени суток а куда смотреть вот сюда смотреть прекрасно всем доброго времени суток меня зовут яна терра и сегодня я вам расскажу кто такой beauty продюсер и собственно как стать успешным beauty продюсером 5 основных правила 5 основных кита на которых держится успех beauty продюсера ну и собственно начнем мы с нашей прекрасной презентации которая вот-вот запустится секундочку да да практически практически уже запустили нашу презентацию вот все супер все в работы работы и так прежде чем говорить о секретах продюсирования успешного расскажу вам немного о себе кто я и почему собственно я буду об этом обо всем говорить сейчас я продюсер самой популярной бьюти школы в 2019 году мы получили награду как самая популярная бьюти школа в россии на аврора вордс и сейчас мы до этого с вами дойдем и так 2011 году мы вместе с моим партнером известным топовым стилистом анной комаровой открыли агентство свадебных стилистов агентство свадебных стилистов городе москве назвали его веб-салон wedding и чем мы собственно занимались мы получали заявки от невест и собственно у нас был штат стилистов свадебных и мы отправляли стилистов по всей москве делать прически макияжа невеста я занялась маркетингом рекламы анна комарова стала самым самым главным стилистом в этом агентстве и уже собственно еще наверное человек 15 мы взяли и таким образом открылись так мы проработали два года и концу 2013 года мы поняли что за лето у нас прошло порядка полутора тысяч невест за эти два года у нас появился администратор в общем потихонечку начали расти и приняли решение открыть студию то есть до этого мы работали без студии просто у нас был телефон и сайт начали обучать мы в 2013 году когда поняли что качество работ качество тех причесок которые делают стилисты она немного не устраивает тех невест которые нас заказывают и собственно таким образом приняли решение обучать наших же стилистов агентства потому что она комарова мой партнер незабвенный она кстати сейчас здесь со мной морально меня поддерживает так вот она как раз таки и до организации нашего агентства я думаю вы наверное все ее знаете слышали о ней она и до открытия агентства достаточно долго работала стилистом и и уже работала в компании procter and gamble ездила по всей россии обучала парикмахеров колорированию как красить волосы и вот собственно в 2013 году наши же собственные стилисты попросили анну комарову обучить их делать их прически и макияжи анна очень долго отказывалась но потом все-таки согласилась на все на это и таким образом 2013 году у нас случилась бьюти школа которая начала активно развиваться набирать обороты а я таким образом превратилась в бьюти продюсера который собственно организовывала все маркетинговые рекламные вопросы занималась финансовыми потоками в общем всем бэкстейджем которые сопутствуют бьюти школы бьюти школе 2014 году мы зашли в инстаграм 2016 мы начали выкладывать видео уроки причесок на youtube канал и уже в 2018 году мы впервые начали обучать онлайн то есть в 2018 году мы уже проводили онлайн обучение мы уже делали вебинар шоу и собственно все то о чем сейчас так много все говорят и все то о чем сейчас так много собственно обучают а в 2019 году как я уже говорил мы получили награду на конкурсе бьюти аврора эвордс как лучшая бьюти школа в россии в 2020 году с нами со всеми со всем миром случилась пандемия и нам пришлось полностью переформатировать наш бизнес если раньше мы в основном зарабатывали на том что к нам приезжали учиться в москву до 2020 году нам пришлось поменять скажем так собственные алгоритмы и перестроить нашу школу на то чтобы зарабатывать онлайн и в 2021 году а ну кстати в 2020 году мы из москвы вместе с анной комаровой из москвы переехали в сочи на красную поляну переехали в горную деревню поближе природе горным рекам в общем и к высоким вибрациям я в 2021 году в этом году мы приняли решение добавить в наши курсы помимо причесок макияжей мы добавили духовное развитие мы добавили мотивационные курсы и курсы по денежному мышлению и стали первой в мире ретрит бьюти школой на данный момент в инстаграме у нас 957 тысяч подписчиков а на нашем youtube канале 493 тысячи подписчиков собственно чем занимается бьюти продюсер я думаю сейчас вам уже становится более понятно итак наша бьюти школа 19 год у нас все шикарно все прекрасно мы на пике популярности у нас просто когда приезжают учиться со всех точек мира на приезжают учиться из америки из новой зеландии из израиля то есть у нас абсолютно интернациональных групп у нас очень много студентов из россии и поток студентов нашу школу составляет 70 процентов от дохода всей школы в то время у нас уже был онлайн как я говорила 2018 году мы начали онлайн но на онлайн мы не делали такой большой акцент и как бы занимались этим постольку поскольку и в онлайне у нас отучилась 2019 году 250 студентов то есть это составляло примерно на 25-30 процентов от дохода от общего дохода студия после того как случилось с нами со всеми эта история с вирусом я как продюсер полностью перекроила переформатировал алгоритмы школы для того чтобы нам держаться на плаву для того чтобы нам держать нашу команду и мы полностью перестроили нашу школу заточили ее под онлайн скажем так то есть онлайн теперь у нас главный в нашей в нашем обучении и составляет 70 процентов от общего нашего дохода но у нас никуда не делась наша прекрасная бьюти школа которая до сегодняшнего дня находится в москве и к нам по-прежнему приезжают студенты но теперь уже в силу обстоятельств студенты из россии из всевозможных городов россии и собственно в 2021 году у нас отучилась порядка триста семидесяти студентов в москве к нам приехали в москву несмотря на то что такая ситуация в мире и вроде как всем страшно но так или иначе студенты к нам продолжают приезжать также помимо того что мы занимаемся макияжами прическами у нас действительно уникальное обучение то есть помимо того что мы даем навыки мы учим наших студентов быть уверенными в себе мы учим их мыслить как богатые люди они как бедные да помимо всего этого мы снимаем реалити-шоу так как у нас полмиллиона канал на ютубе и у меня за плечами опыт работы на телевидении на радио мы уже три года снимаем реалити-шоу собрать невесту сняли три сезона уже и последний сезон мы снимали в сочи то есть два сезона у нас было москве третий сезон у нас сочи это потрясающее реалити-шоу она такое очень очень живое очень настоящая там действительно участвуют настоящие пары настоящие женихи и невесты это не подставные актеры а это действительно люди которые приняли решение пожениться и в общем-то наши три сезона набрали порядка 500 тысяч просмотров в ютубе и буквально в ноябре вот буквально на прошлой неделе мы закончили снимать еще одно реалити-шоу реалити-шоу новая амазонка это про женщин про духовное развитие женщин про рост про расширение именно в духовном смысле и снимали мы это на красной поляне конечно ну и собственно перейдем к секретам о которых я вам хочу рассказать как вы уже поняли из презентации моей школы и того что мы делаем мы не просто бьюти школа действительно таких школ как мы их не существует мы уникальны и своем роде и мы делаем акцент на своей уникальности и я тот самый человек который скажем так практикующий продюсер да я не теоретик продюсер который знаете бла-бла-бла и буду вам рассказывать как сделать автодозвон или автоворонку я человек который на практике делает абсолютные дела у которых есть результаты то есть я человек у которого есть результат реальный поэтому тоже лайфхак учитесь пожалуйста и слушайте только тех у кого есть результат итак первый секрет успешного успешного продюсера на самом деле вот эти все пять секретов они будут они все будут очень важные но вот этот первый он он просто мега важный потому что если вы продюсер у вас конечно должен быть топовый эксперт то есть у вас должен быть крутой эксперт и если мы говорим о beauty а мы все-таки говорим о beauty продюсирования то этот ваш эксперт должен быть красивый потому что ну слово beauty это красота я вообще конечно очень люблю красивых людей очень люблю творческих людей и мне конечно повезло с моим экспертом и конечно когда действительно эксперт и продюсер в такой синергии работают когда это действительно тандем то тогда это не просто x2 это x10 понимаете наверное о чем я и что нужно сделать когда вы находите эксперта конечно вы должны влюбиться в этого человека влюбиться в этого человека всей душой и влюбиться в то что этот человек делает то что этот человек говорит как он выглядит какую философию этот человек несет то есть а влюбиться здесь я имею ввиду то что вы полностью целиком и полностью принимаете этого человека с его плюсами и минусами следующее тоже очень важный момент на этапе когда вы действительно уже влюблены в вашего эксперта вам нужно обо всем договориться вам нужно договориться кто что делает сколько кто за это получает денег да ну как правило это в процентах договариваются и желательно подписать письменное соглашение то есть не на словах договориться а действительно подписать бумажку можно мне попить попить водички спасибо большое и конечно вот на этом начальном этапе когда вы только 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 начинайте а самое крутое вообще помимо того что вам эксперт нравится взять и попробовать вместе поработать потому что поработать вместе это не кофе попить это не там не съездить куда-то отдохнуть когда вы вместе поработаете вам сразу же будет все понятно подходит вам этот человек не подходит сможете ли вы вообще в принципе вместе о чем-то договариваться потому что договариваться придется много о чем совместные планы строить обсуждать стратегию бесконечно говорить говорить и говорить и говорить в основном о цифрах и цифрами но скажу я вам по секрету сразу с экспертами говорить цифрами очень сложно благодарю но как говорится обсуждать строить планы отцифровывать эти планы это часть работы конечно же продюсера конечно же продюсера следующая очень важная очень очень крайне необходимая деталь а так как эксперт он все-таки человек больше творческий ранимый эмоциональный этого человека нужно очень часто хвалить нужно говорить какой он хороший как он красиво делает прически какие он делает восхитительные макияжи какие золотые руки у нее и об этом нужно говорить постоянно даже когда вы уже 10 лет вместе работаете об этом нужно говорить постоянно не пропуская ни одной работы вашего эксперта даже если он делает их 100 в неделю все 100 вы должны похвалить сказать как это здорово как это прекрасно и это делать бесконечно потому что еще раз повторюсь эксперты люди очень творческие ранимые и периодически у них случаются серотониновые ямы и эмоциональные качели ну а мы с вами продюсеры все-таки люди щепоткой системности то есть системность это скажем так одна из наших характеристик которые у нас должна быть все таки мы конечно тоже творческие несомненно и творчество это скажем так тоже наше качество но еще одно наше качество это все-таки уметь рефлексировать да выходить за границу ситуации смотреть на нее чуть-чуть сверху и говорить окей своему эксперту окей все будет хорошо мы все разрулим все будет супер мы все придумаем все сделаем даже если вы не знаете что вы придумаете что сделаете как вообще вы все разрулите важно это произнести успокоить вашего эксперта влить ему в уши уверенность и действительно поверить в это самой и и конечно конечно личные границы то есть у всех у всех у нас несмотря на то что мы вместе работаем несмотря на то что работа продюсера эксперты это достаточно плотная работа вместе проводится очень много времени разговоров там всевозможных решений каких-то совместных задач тем не менее существуют личные границы и их необходимо уважать их необходимо ценить и все-таки иногда делать себе выходные дни не разговаривать про работу не созваниваться не списываться и не обсуждать ничего и конечно еще один очень важный пункт а сейчас кстати вот с появлением того что очень много в онлайн все ушли на удаленку люди очень быстро выгорают то есть идет такой знаете процесс выгорания слышали наверное об этом так вот когда вы находитесь в процессе выгорания как правило сами вы этого не понимаете и не замечаете и вы это заметьте только тогда когда как говорится все случилось да у вас уже все у вас уже энергия не то что на нуле она в минус ушла ваша батарейка понимаете разрядилась вы уже конкретно выгорели и в общем желательно до этого не доводить желательно просить партнера того кто с вами вместе работает замечать это выгорание потому что со стороны это всегда обычно видно лучше если ты видишь человек со стороны тебе обычно видно что ну реально человек на нервах человек устал и конечно эксперт это тот самый человек который тоже периодически выгорает и как только вы видите что ваш эксперт выгорел оставьте его в покое дайте этому человеку сходить спа перезагрузиться отдохнуть а не пишите ему ватсап и ну реально отстаньте просто просто отстаньте хотя бы на денек следующий секрет что заключается в том что если у вас крутой эксперт вам по-любому нужно быть самой тоже крутой но вот как бы как ни крути сама ты тоже должна быть прямо гугу потому что это важно идти в ногу друг с другом со своим экспертом не отставать от эксперта если нужно бежать если нужно замедлиться но идти каждый день идти идти вместе конечно же учиться 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 и учиться до учиться всегда покупать онлайн курсы у коллег обучаться духовным практикам обучаться ораторскому мастерству если это необходимо если вы не умеете фотографировать снимать видео идите обучайтесь учиться учиться и учиться постоянно самосовершенствоваться потому что сейчас такое время что недостаточно уметь делать что-то одно нужно уметь делать все если вы стилист если вы парикмахер недостаточно уметь делать прически и макияж чтобы быть успешными нужно уметь фотографировать нужно с ним уметь снимать видео нужно уметь делать рилс в инстаграм нужно чуть-чуть быть маркетологом нужно немножко шарить в продажах то есть нужно много всего чтобы быть успешной точно так же и продюсеру продюсер это вообще вы знаете человек который действительно вот как есть такое индийское божество у которого там сколько рук ног там она там со всех сторон руки ноги голова вот как раз продюсер это про это поэтому учиться учиться и учиться потому что если вы отдаете что-то деле делегировать это другим людям в любом случае вы должны делегировать это правильно чтобы делегировать это правильно вы хотя бы немножко должны вообще понимать о чем о чем вы здесь делегируете да поэтому это важно обязательно быть на высокой энергии продюсер должен быть на высокой энергии а как быть на высокой энергии обязательно следить за своим эмоциональным душевным состоянием заниматься спортом читать книги по любому путешествовать нельзя ехать в амстердам нельзя ехать в париж идите в горы берите рюкзак палки и вперед но путешествовать надо по любому это очень сильно развивает это очень сильно вас двигает к тому чтобы вы вы растете благодаря этому поэтому это тоже очень важно очень важно что еще что еще у крутого продюсера открыт третий глаз и это реально ну это это не сказки это не шуточки да нужно уметь предвосхищать будущее сейчас все сложнее его предвосхищать сейчас такое время на самом деле что непонятно ничего непонятно ничего настолько что невозможно планировать абсолютно и планировать именно логически то есть логика сейчас не работает поэтому я сказала про третий глаз да то есть если не работает логика что делать нужно развивать интуицию поэтому продюсер это тот человек который строит тратить стратегии долгосрочные а сейчас стратегии строятся на интуиции поэтому если вдруг у вас этого нет вы не убейте предвосхищать будущее в себе это нужно развивать ну и конечно распаковывать свою собственную уникальность всегда анализировать себя задавать себе вопросы а кто то а кто такая я в чем моя уникальность в чем я моя сила да то есть постоянно анализировать себя и так как мы растем мы меняемся и если например полгода назад я была одна я через полгода я уже другая я поэтому постоянно задавать себе эти вопросы постоянно об этом думать и и искать в себе уникальности и их распаковывать ну и конечно гнуть свою линию конечно гнуть свою линию третий секрет тоже вообще супер секрет на самом деле если вы одна и даже если вы с экспертом просто вдвоем вас нифига не получится ну то есть получится конечно но масштабироваться вы не сможете обязательно нужна команда команда единомышленников команда людей которым с которыми вы будете вместе все эти дела делать и конечно первое что нужно сделать это найти лучших и пригласить их свою команду в нашей московской школе уже десять лет но вот семь лет до как школе 10 лет как нашему бизнесу работают прекрасные преподаватели до изначально в нашей школе преподавала анна комарова и когда мы только начинали преподавала только она но когда у нее просто уже ну реально она начала выгорать в ней просто отсутствовало личное время мы поняли что нам для того чтобы расти дальше для того чтобы набирать еще и еще студентов набирать еще группы нам нужны еще преподаватели нам нужны еще люди которые будут преподавать не хуже чем анна поэтому мы нашли людей тошли просто очень крутых преподаватели очень крутых стилистов которые работают с нами до сих пор даже наш администратор которая 7 лет назад пришла к нам она работает с нами до сих пор поэтому найти лучших из лучших и работать с ними пригласить их команду быть для них мотиватором идейным вдохновителем источником энергии доверять уважать и любить конечно же тех с кем ты работаешь прощать им мелкие недочеты и ошибки не выносить им мозги и не быть у них занозы в заднице если у вас дурное настроение если вы себя плохо чувствуете не стоя ноги стали ни в коем случае не оставлять им голосовых сообщений вот сапе ни в коем случае вы знаете это у меня просто уже из опыта у меня было такое за мной бы сам уже десятилетний опыт руководство продюсирования после моих голосовых сообщений когда я не в ресурсе люди просто сыпятся они увольняются поэтому никогда не повторяйте моих ошибок если у вас плохое настроение не оставляйте голосовых сообщений своим сотрудникам любите свою команду берегите и хоть и их лилете платить им бонусы если они делают план если они выполняют план если они действительно круто работают платите им бонусы там приглашайте их какие-то путешествия им оплачиваете делайте им подарки поэтому обязательно обязательно холите лелеете свою команду ну и конечно ставьте задачи контролируйте их выполнение и строите систему а не колхоз своей компании следующий секрет тоже очень круто очень важны это о том что нужно всегда действовать то есть мечтать хорошо строить планы стратегические цели там еще что-то визуализировать круто супер но нужно постоянно действовать действовать то есть не тухлить не тухлить ошибаться да окей ошибаться и меняться постоянно ставить цели и быть на пути к ним просто непобедимым человеком то есть идти и делать разрешить себе совершать ошибки быть не идеальным да ошибается все ошибаются да все кто что-то делают ошибается абсолютно все и моей практике были ошибки даже не на десятки тысяч рублей а наверное даже на сотни тысяч рублей когда я ошибалась и дело что-то не так и конечно же попадала на деньги но но я считала что я таким образом заплатила просто-напросто за свой за свой опыт таким образом я обучилась такую ошибку больше не делать и это очень крутой опыт когда вы ошибаетесь через ошибки обучаетесь делайте вывод анализируете ситуацию и двигаетесь дальше нет ухлить я думаю понятно о чем здесь да не проваливаться вот в эти серотониновые ямы и эмоциональные качели как барон минхаузен постоянно вытаскивать себя из них а не залипать на проблемах ни в коем случае не залипать до проблема окей как будем решать при помощи каких инструментов при помощи каких ресурсов что будем делать как будем решать двигаемся дальше ищем новые пути новые инструменты и только так только так вы будете расти будете развиваться будете зарабатывать все больше и больше денег и скажем так становиться все более более популярными и счастливыми и конечно меняйся меняй свое мнение меняй свою тактику меняй подрядчиков наконец и меняться надо опять-таки не через борьбу не так не с так не с такой не с таким ощущением что я сейчас переборю эту ситуацию я сейчас нагну этих подрядчиков нет меняйтесь через чувствование если чувствуете что у вас пошла пошел негатив на подрядчика если вы чувствуете что вас эти люди уже не вдохновляют расставайтесь с этими людьми не мотайте не себе нервы не этим людям не будьте занозой в их заднице ну и пятый секрет занимайся только тем что ты любишь пятый секрет это конечно же любовь делай свою работу с любовью кайфуй от процесса кайфуй самое главное от процесса вот я сейчас сижу вся такая с вами разговариваю не вижу ваших глаз но чувствую что вас там очень много я реально кайфую то мне хорошо я получаю удовольствие что это значит это значит что что все то что я вам сейчас рассказываю если вы также кайфуете слушая меня возможно вы этим воспользуетесь и это принесет радость и какой-то возможно новый результат вашей жизни и только так сейчас все работает в новом мире все работает через энергию любви только с любовью мы общаемся с людьми только с любовью мы делаем свою работу и решаем задачи ни в коем случае не нервничаем ни в коем случае не обижаемся не гневаемся не раздражаемся ни на кого как только вы слетаете с катушек не надо ничего делать отойдите в сторону уйдите в лес обнимитесь деревом искупайтесь в реке я не знаю что здесь послушайте музыку почитайте книгу но ни в коем случае когда вы слетели с катушек не работайте не делайте работу потому что эта работа не принесет вам денег она не принесет вам денег она у вас только отнимет деньги поэтому все через любовь это главный закон нового времени того самого времени в которой мы сейчас все с вами переходим и будем жить всю нашу оставшуюся жизнь и наши дети там будут жить и наши внуки поэтому все через любовь а что такое любовь любовь это принятие и конечно нужно в первую очередь любить себя давать себе отдохнуть тогда когда это надо и отдыхать при этом качественно наполняться разгружать свои мозги выключать мобильный телефон и в этот момент просто не думать ни о чем отдыхать погрузиться в собственное тело заниматься своим телом обязательно массаж обязательно баня обязательно природа и конечно быть в моменте да то есть как это есть сейчас песня да я в моменте вот классная песня на самом деле правильные вещи поет человек да будь моменте не отлетай в прошлого в прошлого уже нет будущее будущего еще тоже нет есть только здесь и сейчас есть настоящее поэтому будь моменте и конечно благодари прежде всего себя за то что ты делаешь за то что ты живешь на этом белом свете благодари своего эксперта всегда говори я благодарю тебя ты у меня самая лучшая самая уникальная самый красивый эксперт и я не встречала никого талантливее лучше тебя конечно же благодарить свою команду говорим всегда вы самые крутые самые лучшие мы вас очень любим платим бонусы давай их дарим подарки и получая от этого удовольствие делай все с любовью и с радостью вот собственно 5 главных секретов о котором я вам хотела рассказать и конечно же приезжайте учиться к нам в нашу уникальнейшую школу нашу ретрит бьюти школу не просто бьюти школу а ту самую школу где мы будем вместе медитировать мы будем вместе говорить о денежном мышлении мы будем делать прически и макияж и при этом танцевать и радоваться каждому волоску в локоне мы будем вместе улыбаться друг другу проводить время с любовью наслаждаться совместным время пребыванием делать селфи выкладывать релсы и просто очень круто проводить вместе время и теперь мы обучаем сочи мы из москвы переезжаем из сочи в этот солнечный прекрасный город где есть море пальмы горы и абсолютно другая атмосфера как говорят когда ты прилетаешь на самолете в сочи и вдыхаешь этот воздух ты получаешь глоток счастья поэтому приезжайте к нам мы поделимся с вами счастьем а с вами была яна тэрэ успехов вам а а а а а Субтитры подогнал «Симон»